ребятки всем привет вы на канале пиратская жизнь нина и вовчик ребят сейчас мы будем готовить готовить мы будем с вами много всего вкусного мы готовить голубцы мы будем готовить рыбу очень вкусную также мы будем варить компот так что сажать удобнее и готовьте вместе с нами так ребятки у нас здесь смотрите фарш фарш говяжий также фарша свинина и курица сейчас авангу это все смешивать у нас есть капуста у нас есть вот такая вот рыба смотрите рыба пангатиус очень вкусный будем готовить так для начала что нам требуется я сейчас поставлю воду для капусты чтобы капуста у нас лучше отходили листочки были мягкие чтобы можно было заворачивать так также сейчас будем делать компот у нас есть сухофрукты будем готовить понимаешь ли так что я думаю этот будет долгий но хорошие голубцы мы будем запекать в духовке кастрюле с вкусным таким вот соусом текст на и бабан бабан на сломан там засел где-то в районе толкана так ну пока он занимается так сказать глупцами хочу сейчас сделать рыбу и поставить уже компот варится и вообще вот такое количество воды чтобы туда можно было опустить целый качан надеюсь нам хватит так где наш качан капусте качан капусте такая вот капуста пальцы мы с вами покупали я решила все таки делать это все словами потому что он мне как всегда дал много много интересных советов по телефону я решил пускать делать он сам раз уж он такой умный все дела все дела у нас можно как на листочек снять потому что у нас уже подвел x1 листочку мы снимаем или ты 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 капустка этим и занимается так нам что нужно нам нужен сейчас под фангасиус я порежу и нужно его знать как сделать его нужно в муке солью хорошая рыбка прям свежачок такой знаете прям обязательно все сполоснуть и вкусно что в наше время лучше все сполоскивать и лучше все мыть в любом случае кстати смотрите какая филешка здоровая офигеть да смотрите красота красота так как у нас рыбка стоит хочу сейчас знаете а поставлю сразу варится компот потому что мы хотим компот чтобы он немножко подостыл и насытился всем вкусно что в нем есть давайте посмотрим что у нас за сухофрукты есть пойдемте посмотрим в холодильник вы наш ну кася ну кася так у нас здесь смотри сколько все вкусно еще вино до сих пор осталось так у нас есть черешня смотрите бананы ну и зато мы конечно варить ничего не будем так вот здесь вот у нас есть сухофрукты чернослив тоже будем варить на вот возьмем чернослив немножко возьмем курагу так возьмем яблоки вот у нас есть яблоки и буки так и возьмем наверное что вот груша да вот и груша возьмем финики мы добавлять не будем потому что финики мне кажется уже перебор будет хотя бы вам готов и с финиками сварить о мне кажется и чернослив то нафиг там не уперся чем не сделать яблоками просто так и кинуть или размочить давай же выходи оттуда до елли отсыплю пока будем готовить попробуем что за яблочки сушеные кстати классно пахнет хорошо пахнет так они здесь я смотрю так красные и зеленые это потом еще так дальше это на груша будет у нас компот и сухофруктов как пахнет классно даже прям с ветками видите прям с веточками все она прям видно кстати вяленое деленное это грушуся ураги 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 и ураги урага урага он сейчас у нас разойдет Смотрите, какая она аккуратная. Красивая, красивая, мягкая такая. Класс. Компоту, сухофрукты. Ну, а остатки можно убрать в холодильник. На следующие компоты. И брови, и брови. А чернослив, мне кажется, можно его в салат какой-нибудь, знаете, впустить. Слушайте, точно, я найду какой-нибудь классный рецепт салата с черносливом, и мы с вами сделаем в одном из следующих выпусков. Да, 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 да. Хорошо, не забывайте подписываться. Сейчас, убираем. Пока что нам не пригодится. Еще яблочек добавим. Яблока, как говорится, много не бывает. Так, и груша. Лишу убираем. Тири-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир. Так, смотрите, вот такой у нас сухофрукты. Как раз, я думаю, на вот такую кастрюлю будет в самый раз. Будет такой достаточно насыщенный и классный вариант. Сейчас Аван выйдет и решит, что с ними делать. Ну что, в Аван пришел инжир, да. Видите, одел свой любимый фартуф, как самый красивый в мире муж. И самый лучший и добрый, да? Где-то в глубине души. Но это не точно. На тебе инжир. Ты хочешь еще инжиром сделать? Там инжир надо чуть-чуть. На, сколько тебе вот? Выбирай. Вот тебе хватит три штучки? Еще одну. Еще одну? На тебе еще одну. А я прям так скину. Кстати, очень вкусный инжир. Ну, ты что, дай. Какой у тебя нож? Любой отрез. Ленки на с компоте. Мне очень нравится. Андрю, таким мелкие-мелкие косточки. Хортят. Тут вода уже скипает. У нас уже скипает вода. А из-за тебя. Все, остатки я убираю, да? Давай рассказывай. Чего ты достала? Чего? Бегай достал. Чего ты достала? Чего ты достала? Чернослив. Вов, давай без чернослива. Надо. Не надо. Я уж потом салат делала. Что там, что это все будет использовать? В той или иной степени. Чернослив, куда уже? Суп-то, а-турля. Суп-компот. Там вот так же чуть-чуть идет. Да, буквально. Как и... Вот бы что за человек. Только для вкуса. У тебя... Чего ты компот за полотенцем? Сухофрукты. Еще и компот. Чернослив. Я потом в комментариях зашквариваю. Скажем, блин, так и фрукты не сочетаются. Да, да, да. Ну, и какой. Девки, научите его, как нужно компот варить. Да, да, да. Нам такую смесь давали в армии. А, то есть это по армейскому ресепту? Что, здесь три идут? А, где? Тебе еще чернослив кастать? Ну, туда, в чашечку. В общем, не знаю, что получится. В любом случае, получится интересно. Что обязательно смотреть до конца. Нормальный суть. Яблоки, груша. Я хочу чернослив сделать салат какой-нибудь. У меня как-то будет классный такой салат сделать. Чернослив. Таня, ты хочешь делать? Классно. Она набивала. Так, сколько тебе штук нужно? Стовой. Сколько хватит. Уже ругается у меня. У тебя вода уже закипает. У меня? Да, на капусту. Держи, я тут себя грудь дула, что я сделаю эти. Ты ее подсолила? Да. Точно? Нет. Да. Меречный больше. А зачем ее подсаливать? Так, смотрим, что там с нашим супом, салатом. Он же компот, он же суп, он же салат. Сухофрукты, но все хорошенечко промыли. Текс. На всякой беке. На всякой беке взять. Вообще, в принципе, их еще немножко замачиваю. Я буду игру. Да, я так размущится. И замачиваю. Зачем замачивать, когда они так в компоте разойдут? А сахар надо добавлять? Да, где-то в конце, когда будет взяток. В общем, когда по вкусу, да. Может быть, будет уже и так сладко. Потому что, в принципе, все фрукты сладкие. Вот такого количества достаточно для такой кастрюли. Даже много, да. Даже много будет насыщенный, хороший. Еще можно будет разбавлять. Так, у тебя уже дуракон, что они фруктов. Почему? Потому что в армии главное витамина. Витамины и не только. Воду подсолила. Придавала это силу. Воду подсолила. Придает силу. Сила? Надеюсь, мужское? Не только. А, ну, у меня на тебя все не планы. Да. Так, ладно. У тебя закипела вода. Давай ставь компот и занимайся капушкой. Ставим, короче, компот. Возьмясь капуста. Я знаю. Вон она. Прикинь, Аща. Возьмя какая есть. Убитые горе. Убитые горе. Обычная капуста. Обычная убитая капуста. Да. А что тебе не нравится? Вов, ну, харэ, оставь. Натреснутые, видишь? Ну, и что я сделаю? Она вся такая была. Сам нормальный выбрал. Как всегда, всем недоволен. Накидывает все. Все выкидывает. Все мне нравится. Закипела уже все. Так, ладно, пока пускай у нас тут варится. Я полежу рыбу. На кусочки. На кусочки. Кусманы, Кусманы, Кусманы. Так, вода вся кипит. Рыбка. Что ты там делаешь? Ты надрезаешь? Зачем? Что ты тут уже капуста тут трескает? Короче, я так поняла, вырезаем кочерыжку, да? Хоть немножко. Чтобы она легче отходила, да? И вот это вот можно сюда вот вставить. Мне кажется, не себя. Подрежь немножко. Возьми маленький ножик. Хорошо, пускай там ковыряется. Ну, нафиг. Я пока порежу рыбу. На кусочки. На кусочки. Кусманы. Такс. У нас здесь он фильм играет какой-то. Вот эти паники с этим джеком лип. Та-ра-та-ра-та-там. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Текс. Кусу мальчик. Давно я, кстати, такую рыбу не готовила вообще тысячу лет. Очень вкусная получается. Буквально, знаете, просто обжариваешь, потом заливаешь омлетом. И под крышечку. Получается вообще огонь. Рыба в омлете. У меня друг просто прям тащится от этого рецепта. Надо будет завтра позвонить и сказать, Мишаня, а у меня есть рыбка. И фоточку ему сделай. Типа, приезжай в гости. Ну и вон натыкивай на этот и все. Ну вот, да-да-да-да-да-да. Протыкай. И вон, клади в этот. Ну все, давай. А немного? Немного. Много? Да. Ну, отлили немножко. Как? Все тебе надо их показать? На. Отливай. Занимайтесь. Отливай. Отливай. Все, я отливаюсь. На, хватит. Все, процесс. Чуть больше шума из-за ничего. Все. Я не выключила, поменьше. И пускай она там расходится. Та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я не выключила я поменьшиваю. Булькала. Уже во всю. хорош кстати рыба очень такая жирная а белый лебедь на пруду за чайскую слезу, на тот пруду, на тебя я приведу так, когда освободишь, мне надо будет заняться там нормой у нас тут такая вот сковорода с крышечкой как же ты мне тут не устал все кипит, все варится, рыба лежит Вагбан тут, может ты пока сделаешь фарш, чтобы не терять время тебе яйцо сколько, одно? тебе сколько там? тебе получается килограмм и полтора два яйца два, два, два прошу они как раз небольшие два яйца так пашек разобрали? выленька все, хорошо капуста капуста ваша закипела может поменьше огонь сделать? сейчас щупки пикнуть эту пару минут вытаскивайте, снять надо лезть так смотрите фарш у нас здесь получается просто соль, перец, яйцо у нас фарш двух видов говядина и поросятина и поросятина с курицей, это как бы микс получается у нас уже много фарша как получается ну хотя у нас и качан в принципе немаленький так видите у нас уже булькает вовсю булькает вовсю так надо вам сейчас снять пару листиков тяжелый качаны качаны качанчики кстати так легко отлазит аккуратненько, чтобы не нафорвались да не я стараюсь они как бы сами отваливаются хорошо отварил там парочку листиков два, два, три и опять туда кипит и опять туда кипеть там все не может весь качанчик может ну да, весь качанчик может провалить степенно снимаешь листики кладришь да и что у нас здесь получается давайте посмотрим вот такие вот листики правда не драмненький конечно получились какие-то но вот эту часть вам говорит нужно разбивать вот эту вот жесткую часть нужно разбивать и немножко бить молочком побить молочком второй фарша побольше клади потому что они достаточно такие эти большие покачали достаточно большую или маленькие все равно все маленькие сколько должно было покупать сколько вот фарш нужно было глядеть что чтобы он не потреснутый был а он у тебя треснутый какой был там все были подряд выбирать печать 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 очень приятно запомните нужно тщательно выбирать печать впрочем как и мужик и жену и жену а жена чем тебя не уголил не может приготовить кому самый простейший если это единственный грех который на мне я прошу прощения перед каждым нашим зрителям хришна товарищи хришна хришна и фарша дофига но если чё мы просто пожарим ну фарш никогда не пропадет по сути это готово уже каплайн котлетки сделано каплеты с яйцом просто сделать вкусные каплетки все фарша ты посолил поперчил все у нас поражен соли добавить чуть-чуть я чуть-чуть добавил ладно легко еще ложечку такую уже будет камеру бери она падает чтоб вы не упали так давайте посмотрим что у нас тут капуста можно новые листики подснять новые листики новые 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 куча пошли такс а белый лебедь на пруду качает пашу горячая она горячая она я просто боюсь у порвать так удобно знаете вот на такую вилку посадить а вот этот раствор капустный можно вообще использовать так это не надо еще до говорить иди пока вот эти вот делаем мне бы уже рыбу жарить но сайте вчера отломился вот этот вот я последний у нас молодец милка и нинка как картинка с фраинером идет вовку она засечку вот-вот нужен ты мне больно так 90 наличие не хватит муки у меня здесь буквально немножко последний раз муху мы покупали давно при этом как раз оттечет малого декона и вязать целый глине двигать еще можно добавить водички добавлю еще немножко Только на штаны. Штаны к тебе. Тусы. Так. Снимай на улицу. Сам снимай. Я занята. Конечно. Так, соль немножко. Вот, муку. Что, в эту смесь будем? Сейчас по рыбку нашу. Перчик у меня сюда намолишь? Намолим немножко. Перчик. Сейчас. Пока она не переварилась. Намолим перцем. А я пока сниму капуста. Кольщик, наколитель, попала. Кольщик, наколитель, попала. Ух! Всем по капусте. Вот так вот и снимается потихоньку. Вся капусточка расходится на листочке. Кекс. Аккуратно. Горячка, конечно. О, пошел процесс. Она прям раз-раз, и все. Разметается. Бэк. Эту сюда же пошла дальше подавариваться. Подвариваюсь. Там все меньше и меньше листочек. На, типа, листочки. Так, это мне. Разбираем. Так, это наш. Подготовишь? Да-да-да-да-да. Так, вон, идите, смотри, что так будет вам делать. Возьми листикки снизу. Ну, да такие. Чтобы не мешалось пока что. Так. То есть, ты хочешь просто разбить немножко вот эту часть, да? Чтобы она была помягче. Фарш, конечно, дофига. А ты потом сразу вот сюда складывай. И все. И сразу вот так делай. И фарш клади побольше. Не жалей. Когда-нибудь лучше, покрупнее. Сейчас вот еще, кстати, масло-то немножко поднись налить. И все. Подлинь немножко масло-то поднись. Ну, туда. В кастрюльку. Мы... Можно их немножко, конечно, обжарить, но мы не будем обжаривать. И хрустить обжарить, да? С двух сторон. Но мы не будем все обжаривать. Мы прям так. Все равно будет вкусно. И к маслу-то надо убрать. Кстати, очень удобно. Вот такая вот магнитная полоса для ножей. Так. Пока Вован делает, я поставлю разогреваться в духовку. В духовке будет. Я хочу выбрать. Духовка у нас разогревается. А я вообще, на самом деле, очень люблю готовить Славану. Потому что получается достаточно быстро, весело. Не то, что я одна бы сидела. Голос и скухотом. А так что-то делают вместе. Давайте вот это переложу. А здесь буду выкладывать новое. На, вот переложи их аккуратно. Потому что слиплюсь. Вот, на тебе раз. Еще побольше, еще побольше, еще побольше. Больше. Еще больше. Смотришь, я как буду. Нормально. Свернется. Давай. Главное, чтобы чуть-чуть свернуть все. Все, как котлетки. Что листов мало? Листов мало. Он снизу, кстати, достаточно крупные листы. Смотрите, есть такие хорошие. Все, вот, видите, какое хорошее. Все фигачного. А я тебе сейчас новых на отламываю. А зачем воду солить? Зачем воду солить? Чтоб листы не беревая, ну, как-то, храняли форму. Форму сохраняли? То есть соль сохраняет форму? Ну, если ты будешь так-то, дарите, он у тебя просто может перевариться. Хочу, что-то, ну, как-то. И как вода вкусно. Соль как-то. Ба-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Такс. Слушай, вот здесь какая-то вот вишлисты. Смотрите, ребята, какие-то они, видите, внутри уже гниющие, странно. непонятно странно непонятно внутрь же капуста не залезешь не знаю что там творится я вытаскиваю его нормально модела мелочи ничего мне маленький по больше клади фарша ты жалеешь чтобы они рваны были до бутер ванны ничего с ними так рваным лишь нормально мне кажется ты выпендриваешься ювелирщик вообще я не знаю а как без драмы не страшно еще на головке больше фарша больше больше нужно больше золота нужно построить дико это уже четыре здесь на что еще 56 плотнее укладываем раздела идет понимаешь во всю моя саша тонкие получают как пустяк зато как говорится нафиг нам капуста то правильно согласен нам мясо на завариваем закладываем будет вкусно и приятно мы сюда не за капустой пришли можно за мясом за мясом и мяско мяско поплотнее укладываем ник вот еще тут у нас новая партия это капустный отвар можно реально потом либо на нем свалить суп вот либо просто как-то бульон какой-нибудь полезно она внутри реально какая-то вот порча я не знаю вот смотрите эти вот я чищу и смотрите как она внутри вот это вот зависит от меня вот речь на полу она внутри вообще уже да все остатки выкидывать что выключаем помню еще один листик нормальный который можно спасти все остальное говно все остальное выкидываем потому что она уже плохая пошла смотрите какая вот она внутри уже видите прогнила грустно была трещина ты думаешь из-за трещины? такая жопа ну раз трещина есть значит туда могла зависть зависть еще кто-то и погрызть ну может быть а там внутрь чем глубже летишь тем хуже получается да там как будто как подвят так а этот бульон кстати я хочу сейчас на его основе сделаю вот этот вот как бы заливку сейчас вот сюда добавим бульона добавим сметаны и добавим кетчуп это классно у нас заливка в которой мы просто зальем эти голубцы а я сверху я предлагаю просто фрикадельками закидать все да? прикольно будет кекс ну и хорошо ладно с капустной растворчиком так у нас там есть сметана 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 у нас все прям все не как в режиме онлайн ребята ставим лайк ставим лайки не забываем как говорится мы готовим все самое интересное без купюр с вас лайки так смотри какой я кетчуп взяла взяла по 139 рублей целый килограмм ребята кто смотрел прошлые выпуски целый килограмм хаймса всего за 139 рублей я считаю что я прям урвала очень хорошо потому что на такой кетчуп хороший он пригодится я считаю можно его использовать вместо томатной пасты так ну что я сюда добавляю сметану вот у нас упаковочка сметанки 15 процентная целая вкусно витамка потом зальем все эти вкуснятины наши голубцы сейчас мы их отправим я уже буду рыжать спокойно вкусный сметану поцелуй дракона а это что фильм про дракона что ли? какой джеттали бруссали так кстати сверху вот такая упаковка закрывается полотничком а будешь добавлять еще перец сюда перец и как крошку зубами можно справиться с этим кетчупом все перец 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 убивает и и и и и вот она закипает красота 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 так вот смотрите у нас такой растворчик получается сметана с кетчупом вкусно кетчуп кетчуп с этим с бульоном не ну а что а просто воду добавить зачем когда у нас есть хороший бульон и вот этим раствором залить и будет классно булькать только я думаю сейчас надо попробовать на соль может соль немножко мне немножко надо еще перчика что это практически конец практически конец ну вот как раз у трассы едва еще влезть вот как раз еще листик есть ну а сверху можно еще фрикадрик какимишь как фрикадрик сделать так компот компот закипает девочки смотрите компот уменьшаем это у нас убежит убежить по вариться минут пять шесть угу угу так 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 А потом сверху еще просто фрикадельки сделаю и все маленькие, чтобы забить все части. Красота, красота, красота. И бульончик, в котором мы это все делаем. Я только думаю сюда еще можно добавить немножко знаете перчика помолочь вот в такую смесь. С фаршем я тебе говорю сделаем небольшие фрикадельки сверху еще маленькие, чтобы вот везде уместились. Маленькие, только смотри чтобы они вот прям убрались, в дырочки вот в эти заполни недостающуюся части. Смотрите, как красота. Смотри, как раз раз, два, три, плотнее, сюда раз, два, сюда в дырку, даже можно все оттреть все сюда, на сандальте. Чтобы прям вот ровненько было. Фарш не пропадет. Сейчас этим зальем. Так, компотчик у нас пока варится. Все, вот этой смесь заливаем. Она правда не очень сильно соленая, но у нас фарш соленый. Мне кажется много соли вредно. Чтобы немножко сверху прикрывала и все. Вот на эти полей. И пускай у нас тушится. Все, долевая остатки. И в духовку, да? Отправляем вот эту вот смесь. Лишнее у нас вода выпарится. Останется только самое вкусное. Будет с очень вкусным таким подливкой. Да, с очень вкусной подливочкой. Сейчас будем хвататься за рыбу. Так, ну пока у нас там любимый муж моет посуду, мы займемся рыбкой. На сковородочку добавляем немножко маслица. И ставим разливаться. Так. Круги должны сухие. Это на средний огонь. Можно их вытереть, а попу любимого мужа. Вот так вот берем. Да! Вытираем. Это только а попу любимого мужа. Сейчас любимый муж тебе, да? Можно оживу. Так, ладно. По наших буранов. Так. Хорошенько перемешиваем муку, соль и перец. Сейчас пока здесь подогревается. Сейчас будем отправлять туда рыбку. Надо, кстати, муку еще купить. А то у нас мука закончилась, последняя. Вон, пока у нас последится, что у нас тут творится с нашим вкусным компотиком. Да. Так. И вот каждый кусочек обматываем и отправляем жариться. Лучше брюшком вниз, чтобы она прижарилась. Так. И заполняем. А где туда брюшка или нет? Ну, где помягче, там вниз. По сути. По сути у нас получается обычное филе. Вот, сейчас оно обжарится. Мы его перевернем и зальем омлетом. И под крышечку. Не будет красота. Вот у нас прям полноценный обед. Первое и второе и рыба. И полноценный компотик. Да. Ты посласть и хотел проверить. Потом. Потом. Не добавишь. Все. Сахар. 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 Нохер. Сахар. Нохер. Ух. Ух. Вот. Мне очень нравится пангаси. Узнаете, есть еще морской язык. Но, по сути, это, в принципе, практически одно и тоже. Вот. Так легко делается. Очень. Подлинь немножко масла. Чуть-чуть мало. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Шушуть маслица. Шушуть. Шушуть, да. Вот сюда. На центр. Патит. Чтобы он все-таки жарился. А не тушился. Вот. Нечком укладываем все это дело. Патит. О, как хватит. Слишком много масла. Угу. 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 Кашу маслом не испортится. Да. И рыбу тоже, да? Угу. Угу. Так, надо я умудриться всю сюда убрать. Но обычно такую сковороду как раз вот где-то около килограмма уходит. Рыба. Угу. Сейчас. 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 Сейчас жариться. Уберется не уберется? Ну, что-то мне кажется не уберется, да? как-то поплотнее сделаем все рассчитано оставить один уж один то точно впихнем по тетрис у меня у меня были всегда пятерки нормально сейчас у жарится даже не заметишь очень-очень сильно ужаривается один место под один кусочек один маленький кусочек остался запихнем я вижу свет в конце тоннеля и положим все рыбка у нас смотрите жарится сейчас она делаем побольше огонь чтобы она ужарилась рыбку нас жарится у нас пока жарится сейчас быстренько сделаем омлет нам потребуется 4 яйца немножко молока здесь он жарится там нет хорошо яйца яйца если она не зафрикает яйцом если она не зафрикает сам яйцом не зафрикает задержкает в 20-мг все-таки молоко немножко соли обжарится есть вот такая классная штучка венчик так добавляем немножко молока что там у нас компота так все омлетик у нас с вами готов сейчас посмотрим рыбку это рыба очень нежная она быстро очень жарится нормально под коллируется переворачивать а вот от этой вот на сахар давай для вас определить рыбка то вот такая знаете рыба она жарится вообще моментально буквально прям пять минут каждой стороны очень быстро как куриная грудка даже быстро сейчас немножечко разойдется перевернуть залить омлетом и под крышу и не трогать вообще так все рыбку нас готова точнее готов с одной стороны переворачиваем смотрите все рыбку мы перевернули она поджарилась немножко и сейчас можно будет заливать уже омлетиком на все вместе доготавливать накрываем крышечку можно сверху немножечко еще знаете перчика кто любит по перче и все ребятки смотрите рыбка с омлетом нас тут запекается ну смысла зад зажаривается компот у нас настаивается ну а здесь у нас потихоньку видите наши голубчики расходятся да они и закипели я думаю можно даже немножечко сделать на 200 градусов чтобы пошустрее там было до закипят а потом можно уже будет уменьшить огонь все остается только ждать кстати запах от рыбки ребята шикарный рыбу не трогаем пускаем лет сам разойдется и будет очень вкусно а вован тут еще попутно делает салат овощной кстати ребятки сейчас все это за готовится и мы будем с вами проводить мукбанк ладно на сегодня у нас все в принципе рыбу нас готова ребятки ждем вас уже через часик 2 на мукбанк будем сейчас подготавливать на стол ждем всех на ужин прекрасный ужин на сегодня на все ребятки не забывайте подписываться наш канал ставить лайки и писать свои комментарии всем спасибо всем